Сергей Никитин, да, зовут руководитель? Борцовский клуб. Да. У него погоняло такое безобидное му, никакого негативного контекста, просто кличка у него режиссер. Поэтому пусть уважаемый режиссер пишет этот момент и покажет своего ученика Никиту Севера не как какого-то благородного борца, бойца, который наказывает плохих ребят за понты, а тоже который делает не очень красивые действия. Слушать насчет Моргенштерна и Александра Шлеменко я не то, что погорячился, а в плане молодой парень, первый раз на большой арене Fight Nights решил что-то сказать. Сказал негативное про Александра Шлеменко, 30 раз об этом пожалел. И перед началом этого видео хочется выразить особый респект нашим друзьям из Gorilla Energy. Gorilla Energy поддерживает команду Вестника ММА, промоушен Fight Nights и огромное количество бойцов. Gorilla Energy наш любимый энергетик. Справа от меня стоит Сергей Хрисанов. Сергей, поздравляю тебя с победой, с возвращением. Расскажи какие эмоции? Эмоции положительные, все круто возвращаться на победную тропу, это всегда замечательно. Себя ожидал немножко побольше, но как видите, опыт мне вчера исполнилось 23 года. С днем рождения. Спасибо большое. Каждый поединок, я повторюсь, этот опыт запишем в копилочку. Будем прогрессировать, работать дальше, работать над ошибками. В принципе, как-то так, очень, пока ты мне дал микрофон, можно немножко поговорю, очень не понравилось поведение моего соперника Никиты Севера. Когда я наносил ему акцентированные лоу-кики, он симулировал боль, то, что он травмировал ногу, отходил к сетке. Я у него спрашивал, как человек сердобольный, можно сказать, спросил у него, что у тебя случилось с ногой. Он обманным действием ударил мне в суперн-панч. Евгений Никитин, да, зовут руководителя. Борцовский клуб. Да. У него погоняло такое без обид ему, никакого негативного контекста, просто кличка у него «режиссер». Поэтому пусть уважаемый режиссер впишет этот момент и покажет своего ученика Никиту Севера не как какого-то благородного борца, бойца, который наказывает плохих ребят за понты, а тоже, который делает не очень красивые действия. Кто-то назовет это обманный маневр, то, что в бою все средства хороши. Но раз они пропагандируют более такую правильную, добрую позицию, поэтому мне это не очень понравилось. Как-то так, в двух словах. У них вот сейчас конфликт был со вторым агентом. Александр Гребнев. Да, с Александром Гребневым. То, что Гребнев негодяй, плохой парень. Я вот так и мечтаю, со слов руководителя бойцовского клуба. А Никита Севера такой весь положительный. Мне лично этот поступок не очень понравился. Кто-то может сказать, что это обманный маневр, такая тактика. Бои все средства хороши. Лично мне этот момент не понравился. В общем, как-то так, в двух словах. Он предлагал сейчас тебе поговорить после боя? Да, да. Мы сейчас обязательно с ним поговорим. Мне интересно, что он скажет. Интервью где? Сейчас, сейчас, сейчас. Я просто два слова тебе прямо сейчас приведу в проблемах. Первый сейчас напишу. Давай. Ты как бы не хочешь что-то ему предъявить сейчас? Нет, нет, это он ко мне подошел, говорит, давай на два слова. Я говорю, хорошо, сейчас поговорим. Просто я после боя сразу подошел, сказал, ты некрасиво поступил. Я ему как бы высказал свою позицию, потому что мне это не понравилось. В общем, пусть. Мне интересно, что они запишут в своем видосике. Поэтому, такие дела. Хорошие эмоции, это хорошо, но прошлый твой бой, это было поражение против Игоря Литошек. А первое поражение в карьере, насколько тяжело перенес? Слушайте, кстати, еще одну тему хочу затронуть. Например, я в прошлом бою очень тяжело делал вес. И я мог бы сказать, блин, я проиграл, потому что очень тяжелая боевая сагонка. И так далее, и тому подобное. Я как поступил, все мои подписчики видели, я написал. Меня, мной протерли пол. Меня Игорь Литошек заборол, причем в одну калитку, я этого не отрицаю. Прогрессируем, работаем дальше. Я уверен, и сейчас Никита Северов будет ныть, что ой, я согласился в бой в более высокой категории. Я не до веса. У меня 84 килограмма, у меня 85. Как бы я тоже не сделал вес. Мы бы договорились на промежуточный 8,6. Как бы если ты подписываешь контракт, если ты выступаешь в этом весе, если ты дал согласие, то нефига тогда и давать заднюю, какие-то отмазки себе искать. Я считаю, это дешевые отговорки. Поэтому Никита Северов не такой уж и хороший, положительный персонаж, как его раскручивают в бойцовском клубе. Как-то так. Такое чувство, что тебе перед боем писал Александр Гребнев? Нет, Александр Гребнев не писал. Прикольный чувак, не знаю, почему его все хейтят. Я с удовольствием бы с ним пообщался. Очень импозатный, прикольно выглядит. Классный чувак, мне кажется. Поэтому мы его, если что, подписывайтесь, пообщаемся, закрешимся. И все-таки по поводу поражения, то, с чего начинался наш вопрос, по тебе сильно ударило? Просто забрали нолик, а для многих бойцов нолик это... Слушай, если честно, для меня ничего это не значит. Поражение, поражение, победа, победа. И главное прогрессировать. Что могу сказать? Просто, видите, я выходец из Кудо, у нас борьба вообще 30 секунд. И немножко, когда ты выходишь на другой уровень, особенно профессиональный, когда встречаешься с борцами большого уровня, тем более у меня как таковой команды нет, у меня есть мой клуб родной GM Gym. Большое им спасибо, но там маленький объем конкурентных спортсменов, борцов. Поэтому надо по-хорошему уйти в какую-нибудь хорошую команду, с ними набороваться и прогрессировать. Поэтому вдруг, если есть у кого-то желание прогласить меня к себе в ТИМ, буду благодарен. Спасибо. Алексей Сафонов, ты смотришь это интервью, так что давай-ка поработай для Сергея. Двигаемся дальше. Что по Кудо? Ты пока его не оставляешь, у тебя же тоже достаточно большие регалии там. В сентябре будет очень классный турнир, Кубок России мэра Калининградской области, он стал губернатором Калининграда, организовал турнир в свою честь в Калининграде с очень хорошими призовыми. За первое место 500 тысяч, за второе 200, за третье 100, то есть 800 тысяч рублей на весовую категорию, чтобы понимали для любительского вида спорта. Особенно Кудо, это фантастические деньги, поэтому я планирую выступить, хорошенько бы еще подраться в июле, где-то в середине, я вроде помню 15-го в Краснодаре должен быть турнир в Fight Nights. Если Камил Гаджи пишет меня в него, будет очень здорово, потому что вроде я без травм, готов и не хочется из режима выходить. Поэтому как-то так. — Слушай, а для тебя же кайф — это новые правила, Кудо 30 секунд, Патри, ну здесь в два раза больше. — Слушайте, однозначно, для таких ударников, как я, которые не любят бороться, это фантастические правила. Я считаю, очень круто, что Камил Гаджиев это сделал, плюс, видите, многие люди не понимают обнимашки, поэтому, нет, я ничего против, не имею борцовских качеств, это одно из составляющих… — Только против борцовских клубов. — Да, да, теперь да, потому что я увидел с обратной стороны Никиту Севера, мне это не очень понравилось. Сейчас посмотрим еще, что он мне скажет. В общем, что-то очень много я говорю про Никиту Северу, поэтому давайте-ка поменьше о нем. — Окей, и, наверное, тогда заключительный вопрос. Когда мы с тобой в прошлый раз записывали интервью, ты рассказал про то, что тебе не нравится то, о чем говорит Александр Шлеменко, о его наездах на исполнителя рэпера Моргенштерна и предложил даже защитить его в бою против Александра. Но сейчас немножко твою инфоповестку забрал себе охранник вот этого рэпера, и он сегодня тоже дерется на MC Fight Night. Как ты вообще отнесся к этой новости? — Слушайте, насчет Моргенштерна и Александра Шлеменко я не то чтобы погорячился, а в плане молодой парень первый раз на большой арене в Fight Night решил что-то сказать. Сказал негативное про Александра Шлеменко, 300 раз об этом пожалел, потому что, как видите, наша аудитория очень резко все это воспринимает, особенно когда начинаешь хейтить славянских бойцов. У комментаторов просто подрывается, сделали из меня какого-то молодого ненавистника с разрухорашенным телом и так далее и тому подобное, поэтому никакого негатива, просто я сказал в шутку, меня спросили, с кем бы ты хотел подраться? А я и сказал, ну, хотелось бы там с Александром Шлеменко я мог кого угодно назвать, я мог сказать Адысани, не знаю, Федоремеляненко и так далее. И люди бы это всерьез восприняли. Я это просто сказал, с кем бы хотел подраться, вот с кем бы подрался я, никакой самословой нагрузки в свой текст не вносил, поэтому как бы такие дела. — То есть от Шлеменко никакой обратной реакции не было? — Нет, конечно, не было, я думаю, ему его 100% не до меня, парень с рекордом 6-1. Мне до него очень далеко, ну, объективно, как бы, и не то, что я переоблылся в воздухе или там просто, я повторюсь, в прошлый комментарий был прикол, хайп, просто что-то сказать, как все говорят, я и сказал. Поэтому как бы реабилитировался и аргументировал свое прошлое интервью как так. — Что ж, Сергей, ждем того возвращения. — Спасибо большое. — Да, прикольный бой получился. Друзья, вы подписаны на Инстаграм Сергея, он появится внизу экрана, также подписан Инстаграм Вестник ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.